Нам это не нужно, потому что мы женщины. Нужно мужчины пусть будут мужчинами, а женщины пусть остаются женщины. Равноправие между мужчиной и женщиной. Но иногда лучше себя это все скинуть. Я считаю, каждый имеет свои права, но, не знаю, защищать их. Главное, чтобы защита своих прав не являлась ущербом для прав другого. Должны бороться, но только не нагишом, я так думаю. Я вот даже их не понимаю, честно говоря. Что они доказывают этим? Они за свободу, ну вот они разделись, я так понимаю. Это должна быть свобода от всего. Я думаю, они немножко больные на голову. Я причин для феминизма, в принципе, не вижу. Ну, особенно в нашей стране, по-моему, и так в плане прав девушки чувствуют себя полностью комфортно. Феминисток встречал, да? Это, как правило, переигрывание. У нас девушки занимают высокие должности, а вот даже в нашей области, в нашей стране. В принципе, я считаю, что это и есть показатель того, что женские права не ущемляются. В основном его просто таки явище, как феминизм, на жаль, в нашей стране его используют на разные акции. Поэтому я думаю, что оно не потребно. Это потребно для женщины стержень, чтобы она чувствовала себя достаточно свободной. Я думаю, что женщины имеют право отстаивать свои права, потому что равноправие – это довольно хорошо. Но я не думаю, что женщина пойдет на какой-то завод или в шахту, там спустится, будет уголь добывать. Но если она это будет делать – хорошо, это ее право. И женщина тоже должна решать, хочет она детей, не хочет. Это просто все навязано. То есть, что женщина должна рожать детей и сидеть на кухне. Если женщина хочет развиваться морально, духовно, работать где-то на высокооплачиваемых работах, почему бы и нет? Главное не переборщить. В шахту работать не надо идти наравне с мужчинами. Это мое личное мнение. Она должна оставаться женщиной и в семье. На работе, раз она попала туда, должна тянуть свою лямку. Как руководителя, как уборщика, как учителя и как угодно. Женщине мы привыкли быть сильными. Нужно просто позволить себе быть слабой. Тогда и мужчины возьмут, мне кажется, на себя более такую ответственность. Быть сильным и отвечать за все в семье. Должно быть полное равноправие. По-другому не должно быть. Свобода должна быть у каждого человека, у женщин тем более. Свобода действий. Женки должны быть больше присутствием в владе, в политике. Потому что женщина – это наше будущее. Это то, что даёт жизнь людям. Это то, что даёт жизнь в будущем, возможно, нашей стране. Я бы хотел, если честно, чтобы я зарабатывал деньги, а женщина сидела с детьми. А это её право. Если она хочет работать, она будет работать. Не хочет – не будет. Мне кажется, за свободу должны бороться люди для начала, а потом девушки. Ладно, это шутка, естественно. Да, мне кажется, девушки должны действительно в каком-то мере бороться за свои права. То есть девушки, естественно, заслуживают уважения. И поэтому, да. Радикальный феминизм, он мешает в основном. То есть он влияет на индустрию различных развлечений и так далее. То есть, ну, это не очень хорошо. У нас, по сути, женщины занимают уже высокие посты. В принципе, могут работать кем угодно. Служить даже в армии, в полиции и так далее. Ну, смысла в этом нет. Машину уже все водят. В СССР было там пару женщин максимум водило, и то была редкость. Сейчас, ну, по сути, каждая женщина может получить права и спокойно ездить. По сути, уже равенство давно есть в нашей стране. Субтитры подогнал «Симон»!